доброго всем здоровья особенно меломанам и всем звукарям один замечательный пользователь уговорил меня сделать обзор на эти наушники которые в общем то получились что-то вроде handmade ну обо всем по порядку началось все что у нас с того что после долгого выбора когда я понял что уже нужны именно наушники полуоткрытого типа или открытого из-за широты сцены ширины сцены как тот выбор пал именно на эту модель говорят она совсем хорошая прям чуть ли не динамик дт 990 заказал что-то в районе 2 700 относительно недорого до пришли буквально за неделю курьер принес прям в квартиру я просто не представляю сколько они стоят вот в реале что так тратится на доставку может тысячу всего вот такой меньше материал кстати не особо алюминий обычный да там стальная пластина внутри чаши пластик это сеточка тоже алюминий ну в общем то суть в чем в том что когда я их надел начал слушать меня поразило то что вроде бы и на слух такая более-менее ровная чеха нет выточной там среди басов или верхов нет провалов никаких заметных какой-то жутко противный звук я толком до сих пор не понял в чем за противность его заключается предполагаю что просто тупо нет детальности то есть он какой-то как мыльный размазанный такой вообще слушать невозможно раз два послушал все дома нет нельзя либо их выкидывать либо что с ними делать ну и как-то подумал подумал вот какие-то новые появились интересные излучатели динамики драйвера еще английски называют свежие никто их еще не заказывал не пробовал на похожий модель хорошие отзывы но заказал что-то дешевле пяти с половиной кажется нигде их нет видимо себе стоимость у них все-таки не особо низкая такое дело все-таки материалы один только алюминиевый их корпус чего стоит видимо кстати какой-то на станке такой следы обработки там закрашены прям видно вот эти вот видимо на станке то есть он после опливки еще обрабатывается но не суть из чего не кстати сделаете излучатели динамики которые заказывают понятия не имею до сих пор как-то не вдавался суть в том что звук звук самый важный этот звук и значит пришли они мне в коробочке все красиво новые излучатели что меня удивило замеряю сопротивление но они просто идеальное совпадение сопротивление что у одного что у другого то есть разница никакой вообще это меня просто удивляет обычно то любых вот у любых наушников какие у меня есть вот ну конечно относительно дешевые да у тех же даже и с кмдх 9000 у них сопротивление на несколько отличается просто здорово довольно на слух вроде не особо не особо слышно но тестер показывает значительное различие у меня есть запись этого видео как я измеряю сопротивление делал для продавца на всякий случай но на ютюбе на канале есть может просто скрыто можно открыть не помню ну так вот разобрал аккуратненько что интересно старые вот те которые тут были родные излучатели динамики они очень легко снялись прям беспроблемно тяпок тяпок все огнулись поставил новые клеил их очень аккуратно на клее заказано тоже с алиэкспресс забыл как называют чудо b7000 кажется как то так хороший клей прям отличный круто меня откуда надо поэтому все быстро красиво получилось очень даже красиво прям даже забрать их что-то показать может быть просто не охота амбушюры вот немножко изнашиваться от того что снимаешь надеваешь амбушюры кстати к слову сказать здесь честно набеты не родные не те что с ними это я просто сделаю соображение гигиены может быть если кто мне когда-нибудь будет слушать потом ему достанутся оригиналы они просто чистые лапки их сразу сняла в этих зуб на самом деле лучше в них лучше в них шире сцена в этих товародных амбушюрах и они намного комфортнее к слову опять я какой-то сумбурный получается обзор вот это вот это это самые комфортные наушники вообще однозначно что когда-либо надевал то есть это максимум комфорт особенно успеть у него там душу это просто максимальный комфорт они ведь не давит абсолютно просто вот из-за комфорта мне хочется сидеть от придут широкой такой сцена открытый воздушный звук он просто вот сочетание с комфортом дает конечно такие ощущения неописуемы ну так вот как только установил новые излучатели когда высох клей надел включая музыку конечно земля небо то есть вот этой вот смазанности даже если да нету вообще на детальность конечно это я не знаю вот кстати вот к слову сказать наверное для геймеров хорошо то есть вот те которые там шорохи там кто какие-то выстрелы может быть как там трава шуршит под ними кто в онлайн игры играет руки не доходят до этих онлайн игр особо не игрок во всяком случае пока поэтому для геймеров это конечно находка была находка покруче чем динамик дт 990 вот значит детальность просто слов нет ширина сцены ну на мой взгляд здесь чуть чуть уже чем динамик детей 990 про но намного намного шире чем у любых других то есть она где-то вот шире средней однозначно но и не максимально широкой как у бы ты на миг кстати может быть даже такая широкая просто чуть уже она кажется возможно из-за того что нет таких вот отзванивающих верхов как в бф динамик у них там просто я их продал но я не могу слушать это просто или не знаю особенно включаешь какой-нибудь flag flag как он там формат до старый и если запись не сделано какой-то пластинки это просто не вырви глаз а вырви ухо как называется я не знаю уши вянут в общем там вот эти вверх они просто ну я думаю если вы обзор смотрите посмотрели до этого момента то вы знаете о чем я говорю старые записи у них просто эти верхами слов нет вот в этих такого нет в этих верха они не ниже не выше в средние какие надо вот прямо то что надо в этом плане да и вообще вся чеха на слух она ровная так и не замерял на каких-то приборов на слух она ровная никаких провалов но и к сожалению нет никаких выпеченных средних выпеченных низов что выпеченных верхов нет это конечно хорошо но мне хотелось бы все-таки более выпеченного баса с басом я сразу помню надеваю слушаю мне его не хватает я думаю что вот такой очень басом маловато у всех остальных было много тут нет и значит подключил до к микшеру и хоп слушаю одну песню другую 3 попадается я в шоке не басы просто как на гиев сказал бы басище просто басище вот опять 2 3 нет у 4 басище думаю да что же такое происходит оказывается вот что просто видимо если звука на самой записи в дорожке в треке в песне нет басов то они их и не выдадут вообще но если нет и да вот в то время как вот какие-нибудь там к спорту по их выйдут потому что они там я думаю понимаете о чем вот если басы есть то они их выдают и прямо в голову в полу га просто какие просто угу год ну и я их подключил значит тогда опять компьютеру в эквалайзере выворачиваю бас и ого-го вот он наконец-то в этом бас ну да какой такой какой надо как раз понятно что у них видим просто ровная чиха или а мне не хватает я хотел больше басов больше середины вот тут такого явного провала нет как у бэр динамик многие там говорили что вот у бэр динамик верха завышенный низа завышенный низы а из-за этого середина кажется провален и нет вот тут на мой взгляд я скажу все таки как как слушаю как чувствую все таки ну на провал но явный провал и середине бэр динамика тут такого провала к счастью нет но и не выпечено в то же время то есть какая тут ровная такая что на низах что на средних что наверхах там что на остальных там промежуточных частотах поэтому ну как так получилось не знаю как просто они мне без дела лежали решил выставить на продажу сейчас вот после этого обзора крайне говоря захотелось к себе оставить не знаю может оставлю с него с продажи может нет как-то нет не суть что называется ну и конечно более чем глупо на вебку записывать звук который не воспроизводит почему бы иногда попробуем что внести вот вот опflата вот 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 так думаю достаточно не знаю что там записалось какой ужас надо конечно их просто слушать потому что записывать на вебку да еще и то есть смысл у всех наушников в том что тут на звук оказывают влияние и амбушюр и даже вот они меняют свою форму то есть при когда их на уши раз одеваешь и формы изменяется и расстояние до собственно самого уха и то что они вот изолируют это басок прибавляет например ну вот сейчас я их послушал конечно и всякой желание продавать отпало не знаю что с ними делать оставлю к может себе не знаю потому что не знаю вот играл бы я много в игры я бы их наверное использовал просто из-за комфорта и для широкой сцены из-за воздушного звука звук такой вот воздушность какая-то у него есть она мне впервые встретилась в модельке брдинамик дтх880 кажется дтх800 он называлась вот но там там к сожалению не было детальности такой то есть вот там и сцена широкая звук такой вот воздушный как на детальности такой нет к сожалению тут тут еще и детальность в общем то наверное все что хотел сказать по поводу этих наушников я сказал а нет не все стоп вот это вот алюминий до дешевые материалы то есть вот вот это вот это не металл это пластик крашеный тут тоже пластик это алюминий тут вот он такой всего лишь вот да значит это душка из тонкого тонкого стального листа вот мы просто суть то в чем материалы дешевые да все но это отдает там налег они легкие они просто очень-очень легкие поэтому они абсолютно не давят они не с боков не дают ни сверху не давит потому что вот эти вот те же динамики даты 990 продава ниже просто кирпич пластина вот такая стальная она просто сама по себе вес я не знаю сколько имеет их надеваешь они тебе сразу хоп прям сверху вниз как на земле дают аж шея болит если долго сидеть тут вообще воздушные просто хоп вот эти дешевые материалы да они дали все таки свои плюсы я простите уж отвлекусь от темы есть такой производитель очков гуннар гуннар оптикс вот меня удивило мачки дорогие да вот а линзы почему-то делаются не стеклянная пластмасса линзы это пластик просто дешевый нет на пластик и сами очки очень дорогие думал почему же так то я за 600 рублей купил там очки хорошие компьютерные с металлический металлическая душка там все и стекло хорошее такое замечательное стекло твердо все минеральное и когда поносил где поносил эти я понял почему тут пластика нелегкие цена делать не ощущаешь их может просто целый день в них сидеть и глаза не устают и вес на нос не давит там на уши там ничего они просто комфортные а те со стеклянными они прям просто вот на носу такие оставляют вмятины от своего веса так вот почему оказывается делают линзы из пластика и вот почему в чем плюс легких материалов алюминий план пластмасса все легкое ну вы наверно видели их разобрать там просто я даже не знаю как вот точно сейчас не скажу но по памяти по памяти даже покруче чем брдинамика там вот проложено все то есть акустика тут сделано просто на высшем уровне просто замечательная акустика я понял еще одно что вот именно эти динамики лучше всего подходит именно в этот корпус вот этих наушников тут я ничего лучше не найду наверно легкие удобные ничего нигде не давит как бы нашли они друг друга что называется потому что была сначала мысль что баса как-то маловато может быть вставить в корпус закрытого типа и тогда баса будет больше кстати может быть его реально будет больше но зачем оно надо лучше в таком корпусе потому что тут как-то звук более воздушные сцены шире за конструкции так что вот так всем доброго здоровья на этом разрешите откланяться будут какие то вопросы пишите задавайте комментарии пока